Водозабор В силу устаревшего оборудования, в силу техпотерь. Было 45 скважин Павлоградского водозабора. В настоящий момент пользуется скважина одна, это Павлоград ДТЭК, использует в своих целях. Также город использует три скважина Химмашевские, которые принадлежат Химмашу. В настоящий момент мы общаемся очень плотно для альтернативного источника водоснабжения с Днепропетровским профильным институтом Днепроводгосп. Буквально два дня назад я получил письмо-ответ, разъяснение, в котором четко мне дали ответ, который гласит, что использовать речку Волчью в качестве источника водоснабжения нельзя только один. И это использование подземных вод, того уникального источника, который есть в нашем городе, что озвучил Сергей Викторович. Сейчас готовится Павлоград Водоканал, готовит данные для ТЭО, технико-экономического обоснования, проектирования для использования этой воды подземной городом Павлоградом. Но есть еще один маленький нюанс, который как бы немножко застопорился и является основополагающим. И первое, с чего мы должны начать, это произвести доразведку запасов нашей воды. Для города надо всего 13, плюс запас, возьмем 24. Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны понимать, обладаем ли мы уже сейчас, на данный момент, потому что прошло уже порядка 40 лет. Для того, чтобы закончить эти гидрогеологические исследования, они выполнены порядка 50%. Порядка 50% необходимо финансирование, также, по словам Сергея Викторовича, профильного человека, профессионала, который этим занимается, необходимо где-то порядка полумиллиона гривен. И мы бы закончили эти исследования и велись они за счет средств ДТЭКа, но в связи с той ситуацией финансовой, которая есть сейчас в ДТЭКе, в данный момент эти исследования прекращены. Необходимо в обязательном порядке в проекте использовать те сети, которые существуют ныне в городе Павлограде. И привязка к тем площадкам, той же четвертой площадке, где есть резервуары накопительные, для того, чтобы как можно меньше затрат капитальных понесли при строительстве в дальнейшем скважни. Водоводом Днепр-Западный Донбасс пользуется не только город Павлоград. Согласны? Першатравенск и город Терновка. Если мы отказываемся от использования водовода Днепр-Западный Донбасс, следовательно, и городу Першатравенск, и городу Терновка, есть два варианта развития. Потреблять воду Днепр-Западный Донбасс, но при этом тарифы, естественно, без города Павлограда, они будут совершенно другими, понимаете? Или же использовать свои подземные источники водоснабжения. А есть они или нет в городе Терновке и Першатравенске, я ответить не могу. Продолжение следует...